Дни северных стран Заполярье и цыганский джаз в проекте Jazz Blues Cafe отеля Park Inn by Reddison Polarnei Zori. Как можно смешать скрипку с айпэдом, какие они скандинавские гусли и что думает финский консул о всем этом безобразии. Виталий Шувалов подробнее. Смешивание стилей и смелые эксперименты в Jazz Blues Cafe никогда репутации проекта не вредили. Очередная вечеринка прошла в клубе в рамках Дней северных стран. Выступавший музыкант и три команды из Финляндии. Цыганский джаз. Такая формулировка музыкального стиля не зацепила только ленивого. Цыганский, цыганский. Тут интересная история по поводу цыганского джаза. Очень много звонков было со стороны «у вас цыганская вечеринка». Вот люди вот так воспринимают. На самом деле люди просто, которые будут играть, ну, джипси-свинк, наверное, так обозначить можно, с какими-то балканскими мотивами, мелодиями. Но мне кажется, это джаз с элементом, с конем. Джаз с конем, наверное, не знаю. Из гармошки, не знаю. Мы посмотрим. Сами финны свою музыку определяли как фолк, который, кстати, как признавались музыканты, не особо популярен у них на родине. Мурманск – хороший город. На самом деле мне вообще очень нравится Россия. Мне нравится, как вы живете, общаетесь. Мне нравится ваша музыка и культура. Но вы не столько озабочены получением прибыли, сколько развитием себя и своей культуры. Микка-24. Играет уже лет 10. Был несколько раз в Москве, Ярославле, Петрозаводске. Он импровизирует с народной музыкой, смешивает скрипку и айпад, фольклор и электронику. Говорит, что таких экспериментаторов единицы. А эти финские девушки заинтриговали публику необычным инструментом. Мурманчане спорили, то ли это гусли, то ли лютня. Победили первые. Мы были в Петрозаводске и Санкт-Петербурге. Также мы были в европейской части России. Туве, Мордовии – это все вроде. Но в Мурманске мы впервые. Но это первое время в Мурманске. Мурманске Мурманске То, что мы называем северный джаз соседей, то есть финский, норвежский джаз, в первую очередь то, что я знаю лучше, это вообще своего рода явление на общем фоне такой джазовой музыки. Поэтому любое появление кого-то из очень хороших музыкантов, а это хорошие музыканты на самом деле, я думаю, что это подарок нашей публике. Почетный гость проекта Мартиру Акакоске, консул Финляндии, сам музыкант со стажем, за время дипломатической службы успел полюбиться многим мурманчанам. Это очень большое культурное дело, я считаю. Это начало, когда я приехал в Мурманск 2009 года. Это они осенью начали, это такой клуб. Я был очень доволен, потому что я тут тогда почти каждый раз был на месте. И здесь именно я познакомился с музыкантами, с которыми я играю уже 4 года. Кстати, Марти покидает Мурманскую область в июле. Заканчивается срок службы. 26 апреля на выходных он дает прощальный концерт со своей командой. Это произойдет в том же отеле по Акин Бар Эдисон Полярной Зоре. А Джаз Блюз Кафе в Ледоколе, как обычно, откроет свои двери в следующую среду в 7 часов. Альтернатив, похожих даже проектов, как Джаз Блюз Кафе, у нас в городе нет, а они должны быть. В любой культурной столице всегда должно быть что-то постоянное, регулярное и очень качественное. А это как раз уровень Джаз Блюз Кафе Мурманского. Виталий Шувалов, Родион Нестеров, телекомпания Арктик ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова